Продолжение следует... ...на Радио Лемма в 2011 году в знак восхищения красотой Приморской осени и очарованием приморских красавиц. Потому что мы знаем, что в Владивостоке и в Приморе самые красивые девушки по сравнению со всей страной. Всего было 63 заявки. Победительниц трое. Лучшими оказались фотографии Ангелины Применко, Натальи Сазоновой и Анны Гагач. По условиям конкурса девушки заходили на сайт radiolemma.ru, знакомились с правилами, скачивали анкету и отправляли свой лучший осенний фотопортрет. Дальше все решало голосование. Победительницы выбирали радиослушатели. Они заходили на сайт Приморья-24. Там была фотогалерея наших участниц, наших будущих леди осени. И за понравившуюся фотографию, синий фотопортрет, они ставили лайки. И по этим лайкам уже определялось число, цифра, которая и выявила победительница. В студии аплодисменты, шутки от ведущих и хорошее настроение. Судя по эмоциям девушек, они довольны результатами. Да и призы у конкурса достойные. Ювелирные украшения, сертификат в продуктовый супермаркет на 20 тысяч рублей и водоочиститель. В общем, было за что побороться. Какая фотография должна быть победителем, это, конечно, судить не мне, а людям, которые голосовали, смотрели. А вообще, по моему мнению, фотография, конечно, должна соответствовать названию. На ней, конечно, должно быть изображено осень в первую очередь, теплые, красивые краски. Мне кажется, что в основном должно быть именно показан сам лес, вся красота осени. Ну и также, мне кажется, важно и осеннее небо. Очень. Ну и модель, соответственно, должна быть в тон. Я считаю, что первое правило леди, это, конечно же, улыбка. И фотография должна нести тепло, доброту. Она должна быть очень позитивной и доброй. Должны быть спокойные, выдержанные тона и природа, конечно. Осенняя, красивая природа. А теперь осенние снимки запомнятся девушкам вдвойне. В холодную зиму согревать будут не только приятные воспоминания о теплой осени, но и звания «Леди» 2016 года. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на восьмом.